Привет, меня зовут Данил Павов, я руководитель Android разработки в Mail.ru, ну не во всем, а в конкретно Business Unity, и я руковожу командами, которые занимаются ICQ и агентом для Android. О чем будет сегодняшний доклад? Значит, я расскажу о том, как у нас в приложении появились разные темы оформления. Сначала их было две, потом три, потом стало пять, потом снова три. Расскажу, с какой болью мы столкнулись, когда все это реализовывали, потому что боли было много, мы страдали полтора года, пока все это не переделали. Но страдали не постоянно, а иногда, поэтому оно как-то размазывалось по ощущениям, и было вполне комфортно до какого-то момента. Потом я расскажу, как мы случайно придумали новый подход, как мы его реализовали, и какие там нам профиты это принесло. Я не буду показывать примеры кода генератора ресурсов, там все, в общем-то, тривиально весьма. Если кому-то интересно, я могу поделиться. Моя задача сейчас просто рассказать нашу основную идею, поделиться нашим опытом. Как все начиналось? У нас была типичная штука, вот мессенджер, вот есть список чатов, и было две абсолютно разных темы. Была светлая тема, была темная тема, и всем было комфортно. Было комфортно дизайнерам, которые все это рисовали, потому что темы не пересекались. Было, в общем-то, комфортно разработчикам, потому что темы не пересекались, и нужно было в голове держать несколько разных тем. И в коде, соответственно, это было абсолютно две разных темы. Они наследовали некоторые общебазовые темы с какими-то общими атрибутами, но по факту это были абсолютно разные темы, с разными акцентными цветами, и другими всякими ресурсами, и ничего не предвещало беды, пока не появилась третья тема. В чем проблема? Проблема в том, что эта тема очень-очень похожа на светлую тему за исключением того, что здесь другой акцентный цвет. То есть здесь он зеленый был, а стал синий, такой же, как в темной теме. И разработчики спросили у дизайнеров, о чем, собственно, отличие. Они сказали, что только в акцентном цвете. Ну, разработчик как бы услышал и сделал следующее. Он сделал голубую тему, которая наследуется от зеленой. Ну, выглядит логично, там, какой-то типа ООП, там, все хорошо, некоторые наследования, и определил только единственный атрибут, акцентный цвет, и все было хорошо. Но в какой-то момент тема начала расширяться голубая, в ней появились какие-то другие атрибуты, которые не совпадают с зеленой темой, еще какие-то ресурсы, которые не совпадают, там, drawable color, стоит листы. И в какой-то момент это все превратилось в большую-большую кучу непонятного XML-кода, XML-разметки. В чем была, собственно, проблема? Вот разработчик получал на руки новый макет, он видел какой-то там новый цвет, и ему нужно было в голове держать все темы, потому что он должен был помнить, какая тема такой наследуется, потому что если он переопределит атрибут в базовой теме, он может нечаянно поломать какие-то другие темы. Если он переопределит атрибут, там, только в наследнике, но не переопределит в базовой теме, он, может быть, не затронет другую тему, хотя должен был затронуть. И разработчик постоянно был в напряжении, потому что он вынужден был помнить в голове, так, ага, значит, голубая тема, так, она следует от зеленой, если я поменяю в зеленой, я поломаю голубую, так что-то еще. Потом на сколько-то моментов появились еще светло-зеленая и светло-голубая тема. Это просто был одичинский ад, потому что они все наследовались от соответствующей зеленой и от голубой. И получается, что светло-голубая и наследие от голубой — это ад зеленый. И там разломать что-то, просто поменяв не в том месте атрибут, было очень легко. И проблема в том, что Android Studio не подсвечивает эти переопределения атрибутов. То есть в коде вы видите, что в этом методе его кто-то переопределяет или он переопределяет из какого-то базового класса. С ресурсами не так. Вы просто видите атрибут и думаете, ну, наверное, он здесь. И ничего не переопределяет. Android Studio никак не подсвечивает. И вся эта проблема еще усугубляется тем, что в KitKat, а мы поддерживаем KitKat как минимальную версию, нельзя использовать атрибуты в XML-файлах с drawable. Он просто говорит, я так не умею, я только с 21 версии API умею. А атрибуты в list-листах вообще только с 23 версии API можно использовать. И по факту что мы делали? Мы брали три разных файла под каждую тему с полной копипастой с единственным отличием — это вот цвет из нужной темы. Кажется, что копипасты — это плохо, все знают. И вот в какой-то момент у нас случайно родилось решение, причем со стороны дизайнеров. Они начали заниматься следующей задачей. Они решили универсализировать палитру, потому что в какой-то момент в приложении оказалось там около сотни разных цветов. Там 50 оттенков зеленого, 50 оттенков синего, 50 оттенков там еще какого-то темного. То есть это прям проблемные для пользователей, потому что такое попугай приложение получается в некотором роде. На одном экране там один зеленый, на другой там чуть темнее, на третьем чуть светлее. Вот. И они собрались все вместе и нарисовали вот такую палитру. Они дали цветам имена абстрактные, ни к чему не привязанные, ни к каким-то элементам, типа это кнопка или экран или заголовок. Просто абстрактные цвета. Primary, tertiary, bright, pastel, secondary, intention — вот такие цвета. И только эти цвета начали использовать в новых макетах, которые они рисуют. И вот тут родилась идея, а почему бы вот эту палитру каким-то автоматическим образом не превратить в XML цвета, чтобы разработчику не нужно было париться. Он просто бы в разметке использовал цвет по имени и все у него было хорошо, чтобы он не держал в голове вот эти все три темы или пять или там десять, сколько там их бы не появилось. Он доверял бы дизайнеру. Дизайнер дал ему палитру, он цвет использовал, разработчик, и все у него хорошо выглядит, ничего нигде не поломалось, никакая кнопочка с фоном не сливается. Мы немножко пресерчили, и выяснилось, что скетч-файл, в котором нам палитру отгружали дизайнеры, это не что иное, как архив с JSON-чиками. Вот. Формат вроде как специфицирован, что там JSON, но какой-то конкретной спецификации не нашел, поэтому пришлось немножко по-реверс-инжинирить. Наверняка уже у скетча есть какой-то API на данный момент. Я, честно говоря, не успел проверить, но вот на тот момент его просто не было. И, в общем, что мы выяснили, что по факту в одном большом JSON-файле лежат просто разные прямоугольнички, которые там одни вложены в другие. Три прямоугольника с темами, а внутри прямоугольники с цветами. Вот. Мы договорились с дизайнерами, что они назовут прямоугольники с темами по именам тем, а прямоугольники с цветами по именам цветов. Ну и дальше достаточно тривиальная задача. Мы знаем размеры и координаты этих многоугольников со самой темой, вот сюда большой многоугольник. Не многоугольник, а прямоугольник. И мы знаем прямоугольники с цветами. Их размеры и координаты. Знаем сами цвета. И такая задача из геометрии седьмого класса понять, какие прямоугольнички в каких находятся. И таким образом мы получали на выходе XML-файл, ну по факту три XML-файла по одному на каждую тему, просто с палитрой цветов. Вот там так и было primary, такой-то цвет, там secondary, такой-то там attention, такой-то цвет. И разработчик просто в своих верстке использовал эти цвета и радовался. Ему не нужно было переживать, что он что-то поломает. Но в какой-то момент мы подумали, а если мы уже автоматизировали работу с цветами, почему бы не пойти дальше и не автоматизировать все ресурсы? Потому что работа с темами через атрибуты – это достаточно такая болезненная тема в андроиде. И одни цвета – это такая лишь маленькая часть темизации. И мы решили вернуться к нашей проблеме с KitKat. Мы подумали, раз мы делаем копипасту три раза одного и того же файла, меняя там буквально одно значение, почему бы не сделать это шаблоном? И мы так и сделали. Мы заменили сам цвет на некоторый такой placeholder. Наш инструмент автоматизированный просто берет нужный цвет из палитры и сам генерирует три разных файла, по одному на каждую тему подставляя правильные цвета. Соответственно, primary превращается в primary green, primary dark и primary blue для трех разных тем. Мы это сделали, попробовали и подумали, а почему бы не пойти еще дальше? Ведь мы и drawable можем в drawable использовать. И мы сделали такую же штуку и для drawable. Мы сделали шаблонизирование drawable, в которых можно использовать другие drawable, которые тоже темизируются, потому что кнопочка там в нажатом состоянии, не в нажатом, там задизебленном. Ну и по аналогии мы сделали color state list-листы. Раз уж все шаблонизировать, почему бы и нет. И после этого как вообще у нас собирается теперь тема? Что разработчик вообще делает руками, что не делает? Что осталось, что не осталось? Значит, по факту мы только там многоэтапный процесс получается. Сначала берем скетч-файл, извинкаем из него палитру. Вот этим вот хитрым образом с прямоугольничками. Потом собираем все XML-ресурсы. То есть разработчик просто берет эти шаблоны, кладет специальную директорию. Там шаблоны для drawable, шаблоны для color state list-листов, для других XML-ресурсов. Пока только drawable, color state list-листы. Вот. Запускает инструмент. Инструмент сам. Во-первых, он валидирует темы. Это большой плюс автоматизации. Вы можете ручками проверить, что в палитре во всех темах одинаковое количество цветов, что там шаблоны правильные. Потому что если вы автоматизируете и доверяете что-то машине, надо доверить ей валидацию, потому что она точно не ошибется. Вот. Ну и в итоге генерируем файлы с самими темами. То есть мы собираем все эти атрибуты для цветов, для drawable, для color state list-листов. Сами эти ресурсы генерируем. Ну и делаем файл с темы, который матчит эти атрибуты на нужные ресурсы. Значит, с разработчиками мы договорились о следующем правиле преобразования имен, так что ли можно сказать. Цвет из палитры преобразуется в такой атрибут. Мы делаем префикс color, а дальше upper camel case называем сам цвет из палитры. По аналогии с drawable ресурсами, если разработчик называл шаблон именем chat header.bg, то в коде он может его использовать по атрибуту drawable chat header.bg. Но Android там сам разрезовывает в нужный ресурс в зависимости от темы. И то же самое с color state list-листами. И таким образом вот этот префикс, он еще и помогает разработчику, когда он смотрит в разметку, понимать, а что это собственно ресурс или drawable, когда у нас было до этого механизма, атрибуты назывались не пойми как, и понять, что это за атрибут, цвет, не цвет, было проблемно. Единственное, что Android Studio немножко подсвечивает этот цвет, он как бы сбоку рисует правильный прямоугольничек с цветом. Вот с drawable там и color state list-листами. И так все радостно было. Теперь по префиксу можно более-менее понять, что и что, какой ресурс за этим атрибутом кроется. Значит, что мы имеем на выходе? У нас вот такая получается директория. Более того, мы сделали поддержку разных квалификаторов. То есть просто разработчик может добавить к своему имени шаблона также через dfiz нужные мы квалификаторы. И наш инструмент автоматизации сам их разложит сгенерированные по этому шаблону файлы по нужным папочкам с нужными квалификаторами. Значит, мы на выходе имеем папку с color state list-листами. Там все XML ресурсы для всех трех тем. То же самое с drawable. И имеем мы сборник всех атрибутов. Там идут атрибуты для палитры, для цветов, для drawable и для color state list-листов. Собственно, три файлика с самой палитрой, просто распаршенный по факту sketch file. Ну и дальше идут сами темы. Это маппинг этих атрибутов, которые разработчик использует в коде. Вот на какие-то реальные значения отсюда или отсюда. Ну, как в ресурсах это обычно в андроиде в темах оптимизации делается. Как у нас теперь выглядят стили? От наследования мы не ушли. Ну, в общем-то, и не было задачи, собственно, от наследования тем уходить. В этом процессе как таковом проблемы нет. У нас есть некоторая самая-самая базовая тема, в которой собраны атрибуты, зависящие от версии API. Но по факту у нас две таких базовых темы. Это для 21 версии API и для 19. Потому что там в 21 всякие ripple эффекты и прочее. Дальше есть некоторая абстрактная тема, в которой собраны общие для всех тем атрибуты. Как правило, там какие-то андроидные системные атрибуты, настройка там диалогов, еще чего-то. Дальше идут три сгенерированных темы. Я просто на примере зеленый показал. Также здесь будет голубая тема где-то и темная тема. Ну и, к сожалению, пока остались конкретные темы, которыми мы уже оперируем в коде, которые наследуются в сгенерированных. Потому что пока не удалось не все ресурсы автоматизировать и перетащить в эту автоматическую сборку. Об этом чуть позже расскажу. Как мы все это версионируем? Значит, тут все просто. Мы договорились с разработчиками, что из кода мы выкидываем из гита вообще все ресурсы. Просто мы их там не храним. То есть то, что вы видели на предыдущем слайде, там вот эту папочку с результатом, она на самом деле лежит в папочке build проекта под игнором гита. И каждый раз пересобирается, если разработчику нужно, он это делает, получает ресурсы, работает с ними. В гите мы храним только сами шаблоны, из которых эти все ресурсы получаются. И, собственно, скетч файл с палитры, который нам отдает команда дизайнеров. А все остальное, атрибуты, темы, палитры, все это мы в гитине храним. И тоже чуть позже расскажу, почему. Как у нас теперь выглядит сборка проекта? Значит, у нас есть простая тасочка, которая дергает батничек для сборки. Особенно мы от этого уже избавились. Вот это вот из Windows. Оно у всех дико бомбило. У нас был один чувак, который сидит на винде. Вот. Но от этого if удалось избавиться. Мы вообще от батников избавились. Ну, тут немножко старенький код остался. Буквально вчера переделали. Ну, суть таски, что она просто запускает некоторые генераторы ресурсов. Дальше мы эту таску вешаем зависимостью на этап сборки ресурсов, мержа ресурсов. То есть когда только Android, система сборки начинает мержить ресурсы, он запускает сначала нашу тасочку, а потом весь процесс с мержем ресурсов идет дальше. Вот. И, собственно, надо сказать Gradle, где лежат ресурсы. Что они могут не только в папочке рез лежать, а в некоторое другое. Как я говорю, это в Build Directory. Они вон там в своем месте лежат. И о них знает Android Studio, что приятно. То есть у вас по-прежнему работает навигация по коду. Там control или там CMD с кликом на ресурсы. Можете перейти в атрибут, посмотреть его, там find usages. То есть все работает как с вашими обычными ресурсами, потому что мы сказали Gradle и по факту Android Studio, где еще могут лежать ресурсы. Как теперь это выглядит в макетах? К сожалению, Zeppelin не умел на тот момент, когда мы этим занимались, хранить в цветах вот такие вот имена. Он подразумевал только RGB значения. Мы там в поддержку написали ребятам, они обещали поправить. Но пока дизайнеры выходят не очень таким красивым способом из положения, они вот такие выноски делают по цветам. То есть разработчик вот такой макет попадает, он смотрит, ага, вот этот там цвет primary, там заголовок, там text solid, эти бейджики, там intention цвет, еще что-то. То есть он просто смотрит и когда верстает этот макет, он в коде, собственно, так и используется. Вот эти атрибуты, которые автоматически получились, он просто смотрит, как они есть в макете, помнит правила, как они преобразуются в атрибуты. Эти атрибуты, собственно, в коде использует, в разметке и радуется, что в голове ему не нужно держать эту сложную тимизацию с наследованием еще чем-то. И по факту мы получили такое некоторое разделение ответственности. То есть раньше разработчик отдали макеты, а он переживал, так, где мне поправить атрибут, чтобы ничего не разорвало, не разломалось, не стала черная кнопочка на черном фоне. А теперь, на самом деле, процесс выглядит примерно вот так. Есть дизайнер, который всем этим заморачивается. Он смотрит в скетчеле где-то в другом инструменте, как эта палитра ложится на все три темы, подбирает правильные цвета. Разработчик, в общем-то, весьма тупо эти цвета переносит в разметку и в голове это все не держит. То есть мы так, не то чтобы разделили ответственность, мы так переложили ее немного на дизайнера. То есть разработчика осталось только правильно все это в коде, в разметке использовать. И после того, как мы перешли на эту всю историю с генерацией ресурсов автоматической темы, вернее, возникла проблема, как, собственно, избавиться от старых ресурсов. Потому что там их было полно разных. Я уже сказал, у нас было там около… там больше ста цветов разных, там куча дробл ресурсов, еще чего-то. И тут было два пути. Первый — это переделать все разом. Просто сесть разработчику, дизайнеру, переревьюить все старые макеты, подобрать правильные цвета из палитры. Потому что в палитре всего там около 20 цветов, 25. А раньше было их около сотни. То есть они один в один не матчатся. Нужно было подобрать, сесть и подать на это время. Плюсы очевидны. Приложение выглядит консистентно. У вас нигде не будет разных зеленых цветов на разных экранах. Но это требует больших затрат со стороны дизайнеров, разработчиков и временных, и концентрационных. Нужно просто сесть вот так, сконцентрироваться и сделать это. Это тяжело, поэтому мы пошли по второму пути. Мы переходили постепенно. Мы все старые цвета, все старые ресурсы переименовали вот с таким гигантским префиксом deprecated прям большими буковками. И с разработчиками договорились, что если мы в разметке или в коде такой цвет или ресурс встречаем, мы идем к дизайнеру, просим новый правильный цвет, переделываем и потихоньку избавляемся от deprecated цветов. Вот. Мы уже на данный момент от них почти всех избавились. Там в коде осталось буквально с десяток. Вот. Но минусы тоже, в общем-то, очевидны. Вот эти deprecated ресурсы лежат в коде, нервируют, раздражают. Самое страшное для пользователя, что теоретически он мог видеть разные экраны с разными оттенками зеленого, но жалоб не поступало. В общем, основные экраны, там экран списка чатов и сам чат мы переделали сразу, а всякие там вспомогательные экраны настроек, экраны about и прочее были немножко в других оттенках, но туда никто не заходит, поэтому никто и не заметил разницы. Значит, какие профиты мы получили? Значит, простота поддержки ресурсов. В текущей схеме нам никто не мешает добавить еще светло-зеленую, светло-синюю тему, светло-светло-зеленую, темно-сине-зеленую, сколько угодно. Просто сделает дизайнер новый скетч-файл с новой палитрой. Мы это все отгрузим и будем пользоваться. Проблемы с этим никакой нет. Соответственно, мы немножко так поделили ответственность дизайнерами. Раньше дизайнер отдавал цвета, какой-то макет, а разработчик сам думал, как ему там всю эту иерархию в голове держа сверстать правильно. И на самом деле тут страдали не только разработчики, но и страдали дизайнеры, потому что регулярно к дизайнерам подбегал кто-нибудь, говорил там, Вася, скажи, а вот этот цвет в темной теме какого значения? Дизайнер открывал там свой скетч, сидел там с пипеткой, какого-то смотрел, тыкнул, проверял. Все страдали. Страдали разработчики, страдали дизайнеры. Тут мы четко поделили ответственность, за что отвечает, и всем стало, в общем-то, жить комфортней. Мы получили ограниченную палитру цветов. Вот, собственно, и Google так и рекомендует в материал-дизайне. Они, конечно, рекомендуют 10-12 цветов. У нас получилось там 25 примерно. Это в два раза больше, чем они рекомендуют, но в четыре раза меньше, чем было до этого. То есть раньше у нас был такой попугай небольшой, и сейчас он такой ограниченный попугай. Мы упростили следение изменений, потому что мы живем в фичи-бранчах. Разработчики теоретически могут менять какие-то там ресурсы, темы в разных ветках. Не то чтобы это большая проблема, но трижды мержить по факту копипасту — это неприятно. Сейчас нужно просто помержить шаблон и не мержить там три раза одно и то же в разных файлах. Вот. Ну и на самом деле шестой пункт кажется немножко надуманным. Он таким и есть на самом деле. Но палитра у нас на самом деле общая и для iOS-команды. Поэтому наш инструмент, который выдирает из скетча цвета, он работает и для iOS-команды. Мы отгружаем им в удобном им формате цвета, и они пользуются теми же цветами у себя. И поэтому на двух разных платформах приложения выглядят, ну, примерно консистентно. Одинаково, во всяком случае, в цветовом оформлении. Ну, что еще можно сделать лучше? Во-первых, если вы помните, у нас есть еще четвертая тема в иерархии этих тем, самая нижняя, где еще остались атрибуты и ресурсы, которые нам не удалось автоматизировать. Это 9-патчи и, собственно, обычные картинки. Их не так много в проекте, но 9-патчи тоже темизируются, так бывает, и обычные картинки, всякие там логотипы, еще что-то, их тоже нужно по-хорошему темизировать, чтобы вообще уйти от определения тем руками, а пользоваться только автоматически сгенерированной темой. Вот для этого нам не хватает поддержки на 9-патч и обычных картинок. Второй пункт мы, кстати, уже поправили. Если вы помните, мы просто повешивались в грейдле на таску Merger Resources, и разработчик каждый раз, когда компилировал проект, по факту запускал процесс генерации ресурсов. Сам он работает, там, секунду, но он модифицирует файлы и заставляет Gradle все последующие шаги с ресурсами связанные пройти еще раз. Вот. Мы это сделали с помощью стандартных input-output directories у таски в грейдле, потому что об этом сразу не подумали. Сейчас Gradle знает, что файлы не изменились и, в общем-то, ничего не запускает. Вот. И третий вариант, как я уже говорил в начале, неплохо бы поделиться этим сообществом. Наверняка кому-то наш опыт будет полезен. И инструмент, поскольку код его не показывал, там, весьма тривиален, но поделиться им, наверное, можно. Вот. На этом у меня все. Спасибо. Готовы зреть на вопросы. Поднимайте руку и можно будет спрашивать. Да. А можно только попросить вставать, когда задать вопрос? Конечно. Привет. Привет. А скажи, пожалуйста, а как много пользователей переключают тему? Примерно 30% людей сидит на темной теме. И оставшиеся 70% примерно половина на голубой, половина на зеленой. Очень круто. То есть вы как-то… Пользователи просят красную тему. Я не знаю, зачем она им нужна, но они хотят. Но как бы в текущем варианте нам несложно добавить и красную, поэтому чего бы и нет. Очень круто. Вы прям как будто специально там промоутить, наверное, должны, иначе нормально… Пользователи просили темную тему, мы им сделали. У нас появилось две темы. Потом они просили синюю, мы сделали синюю и попали в тот ад, в который мы попали. Поэтому, на самом деле, это все шло от пользователей. Это дизайнеры сидели, так, а давай-ка сделаем, блин, синюю тему, а давай. Нет, это шло от пользователей, то есть это все как бы осмысленно и по запросам. Окей. А вот скажи, пожалуйста, значит, все равно процесс автоматизировался по большой части, но осталась ручная работа и автоматика тоже может давать сбои. Как вы проверяете, что все собралось, все нормально, у вас там четыре темы, пять тем? Кто проверяет, что все пять тем актуальны и нормальны? Какими инструментами вы пользуетесь? Сама утилита генерации проверяет, на самом деле, что как минимум палитра пришла в правильном варианте, что во всех темах правильные цвета, одинаковые по названию, одинаковые по количеству. Вот. Часть, получается, валидируется самой Android Studio, потому что что-то пошло не так. Просто проект не скомпилируется, он какой-нибудь атрибут не найдет или еще что-то. Вот. С другими проблемами мы пока не столкнулись, поэтому никаких дополнительных инструментов, кроме Android Studio, и не пригодилось. Единственное, что у нас была проблема, это поменялся сам скетч-файл с палитрой, но он поменялся как бы в одной веточке, мы как бы аккуратненько влили, в основную ветку проблем не было. То есть театрически, если два разработчика в разных ветках положат два разных скетч-файла, между этих, наверное, будет проблематично. Все-таки это zip-архив с текстовыми данными, но вот с таким мы пока не сталкивались, как это решать, пока не знаем, но, наверное, по договоренности. У меня, скорее, вопрос такой. Вот, значит, произвели изменения, у вас там четыре активных темы. Вы, когда релиз готовите, у вас кто включает каждую из четырех тем, чтобы проверить, что она нормально, адекватно выглядит? Люди занимаются этим. То есть они прям руками это делают? Да, да, да. Просто я помню, ребята, по-моему, из Aviasales рассказывали про то, что они автоматизировали скриншотилку для различных локалей, для того, чтобы проверять, что переводы на десятки языков актуальны. Кажется, вам тоже этот спун какой-нибудь можно прикрутить. Да, хорошая идея, спасибо. Наверное, имеется смысл. Спасибо. У нас переводов там тоже 16 разных языков, там тоже веселухо. Привет, спасибо за доклад, было интересно. У вас получается сейчас очень много ресурсов генерируется. И насколько это усложняет сборку проекта и подготовку проекта перед запуском студии? Да никак. Сам проект генерации занимает там полторы секунды. Вот. Вы потом починили, чтобы это делалось не на каждой сборке проекта, потому что когда ты дебажишься, это дико бестилово. Пересобрал ресурсы, перекомпилирует R-файлы, все пересобирает. Сейчас этого нету и, в общем-то, это перегенеривается только так, когда ты сам меняешь эти ресурсы, шаблон или палитру. Большинство случаев, когда ты не работаешь с UI или не трогаешь темы, тебя это, в общем-то, и не касается. Вот есть, например, дизайнер решил добавить какой-то новый цвет в палитру. То есть это, ну, все тоже нормально сгенерируется. Да, такое было один раз. Мы просто дали новый скетч-файл, мы его положили в репозиторий, вот, и все. И больше этого ничего не трогали, потому что самим ресурсы итоговые мы не храним под Git. Потому что разработчики все рано или поздно себе его подтянули в свои ветки там или что-то еще и вот перегенели ресурсы, потому что как бы там версия изменилась, он перегенерил раз и все, и локально у всех актуальные версии. На Jenkins'е там свои актуальные версии. То есть проблемы с этим пока не было. Спасибо. Спасибо за доклад. Слушайте, а вы не думали, что произойдет, если дизайнеры захотят перейти на фигму? Что еще раз? Захотят на фигму перейти, если они, то все сломается или как? Поясни, пожалуйста. Ну фигма это такая новая, ну как замена скетча условно, кроссплатформенной утилиты. Не знаю. Не было планов таких. Наверное их побьем тогда. Хорошо. Ну как бы наверняка там можно сделать что-то похожее. Потому что Zeppelin страдает, у них API весьма убогенькая, поэтому приходится вот такой вот костылестроением заниматься и у скетча тоже какого-то API нету. Может быть у Figma там с этим получше, может быть даже лучше будет. Но пока лицензия проплачена надолго вперед. И как бы Zeppelin не планируем слезать. Я видел руки. Ага. Да, спасибо за доклад. А вот у меня вопрос. А как вы, если вы вообще не храните ресурсы, как вы работаете с другими ресурсами? Отступы, например, стилей для edit-текстов. Вы их где-нибудь храните? Они где-то есть? Я немного слукавил, наверное, сказал, что все. Мы убрали все ресурсы темизированные. То есть мы убрали color state list-листы, дроблы, цвета собственно. И вот сейчас планируем убрать 9-патчи и картинки. Конечно, дименшины остались. Но, к слову, забегая вперед на какой-то будущий доклад, может быть, строки мы тоже убрали, потому что у нас там 16 переводов, они на Jenkins'е все собираются разово и все. Мы храним только дефолтную локаль в репозитории. А получается, отступы они хранятся, наверное, в базовой теме, да? Отступы вообще в теме не хранятся. Темы мы называем, во всяком случае, что-то визуально цветовое скорее. Отступ, он вряд ли от темы зависит. У нас такой нужды пока не возникалось. Отступы везде одинаковые, просто в dimensions лежат и все. То есть нет такой нужды делать в разных темах разные отступы. Если возникнет, наверное, мы как-то сможем это подпихнуть и сюда, вот этот механизм. Спасибо. Такой вопрос. Правильно я понял, что… Ну, сейчас это использует ваша команда. Был ли опыт использования, ну, рассказы другим командам и попытки перевести другие команды на подобный стэк? Ну, вот мы частично iOS пересадили на эту тему. Вот. Мы пока просто обкатываем на себе. Мы сделали там это буквально три месяца назад. И, наверное, хочется с другими командами поделиться. Просто тем не у всех много. Все приложения в большинстве своем имеют одну тему. И не все так страдают, наверное, как мы когда-то страдали. Вот. Но, в общем, я готов поделиться, ответить на все вопросы. Если кто-то хочет перенять опыт, без проблем я поделюсь с артсами там, чем нужно. Ну, в open source все-таки хочется там довести до ума и долить. Скоро залежь? Ну, в этом году. Отлично. Вопросы? Наверное, остальное, если что, в галуарах. Да, без проблем. Спасибо за внимание. Спасибо за вопросы. Аплодисменты.